Действительно, я уже довольно долгое время работаю в качестве председателя управляющего совета своей родной школы 444-й. И в каком-то смысле вы альтернатива домохозяйкам. Это позволяет просто поднять тему на другой уровень и действительно принимать серьезные стратегические решения. Диалоги об образовательной политике с Александром Адамским. Сегодня мы будем говорить об управляющих советах в московских школах. У нас в гостях Аркадий Дворкович. Аркадий Дворкович. Российский государственный деятель и экономист. Действительно, государственный советник Российской Федерации первого класса. Сопредседатель фонда Сколково. Президент Международной Шахматной Федерации. Председатель управляющего совета школы номер 444. Диалоги об образовательной политике. Вы стали председателем управляющего совета больше двух лет тому назад, будучи вице-премьером правительства России. Скажите, это такая формальная история? Вас позвали как свадебного генерала? Или все-таки вы шли с намерением работать и чего-то делать? Действительно, я уже довольно долгое время работаю в качестве председателя управляющего совета своей родной школы, 444-й школы города Москвы. И, конечно, с самого начала, когда появилось это предложение, когда ко мне пришли мои учителя бывшие и их нынешние коллеги и проявили такую инициативу... Учителя, у которых вы учились? Да, да. Они проявили такую инициативу. Я сразу задал вопрос, насколько это серьезно. Они мне сказали честно, что вопросы будут, будут вопросы, которые нужно решать, но при этом физически времени не будет тратиться слишком много. Это будет умеренное время. И поэтому по совокупности причин я согласился. Для меня важно было внести свой вклад в развитие школы, в которой я учился 10 лет. Использовать для этого в том числе свои возможности, но при этом не завалить дело. Ну, конечно. Это же основной вопрос. Потом не оправдываться, что у меня нет времени. Общественная работа все-таки не является оправданием для того, чтобы что-то не случилось. Как сейчас? Как получилось? Вы вовлечены в серьезные процессы в школе? С самого начала в школе было несколько развилок, которые нужно было пройти. Первая была связана с управляющим составом, скажем так, школы, начиная от директора. И далее в школу пришел молодой директор. Павел Северинец. Павел Северинец. При этом в коллективе были разные настроения, разные мнения, позиции, разный опыт у разных учителей и тех, кто занимался управлением школой. И поэтому нужно было своим каким-то, может быть, пусть даже минимальным, но авторитетом утихомирить стороны и настроить всех на нормальную работу. Да, я разговаривал с... Разговаривали, встречались. Да. Не очень много, но, тем не менее, несколько встреч было. И мне кажется, удалось в целом привести ситуацию к спокойной, к рабочей. И школа начинала работать по-новому. При этом это не означает, что чьи-то интересы были отодвинуты в сторону, а чьи-то были поставлены во главу. Мне кажется, удалось найти разумный компромисс. Второй темой являлась инфраструктура. Школа росла, это один из трендов в Москве, укропнение школ. И появилась необходимость в освоении новых территорий. Самым естественным было присоединение здания, которое принадлежало техникуму. Это здание находится прямо через дорогу от школы. И как определенная стадия развития это было вполне разумно. Но для этого пришлось решить много и бюрократических, и технических, и финансовых вопросов с участием как федеральных, так и московских органов власти. Поскольку были задействованы федеральные образовательные учреждения и, естественно, службы, которые занимаются имущественными вопросами. Школа продолжила укропняться и дальше. Появилась тема присоединения еще одной школы. И также необходимо было проанализировать, насколько это разумно и возможно. Мы это вместе сделали. Всегда в этих вопросах ведущую роль играют те люди, которые непосредственно работают в школе. Но, тем не менее, мы были вовлечены в этот процесс. Я смотрел документы и анализировал вместе с коллегами ситуацию. И, наконец, на нынешнем этапе есть достаточно много вопросов взаимодействия с высшими учебными заведениями. В старшей школе происходит специализация. Появляются возможности и мысли относительно развития разнообразных направлений. Медицинского, биологического, экономического, иных направлений. И мы это обсуждаем, конечно, вместе. Это стратегия. Сложные вопросы, которые требуют решения, продвижения и так далее, они как раз, я думаю, что и призвали эту службу, в это дело влиятельных людей. И в каком-то смысле вы альтернатива домохозяйкам. Вот некоторые наши общие знакомые, влиятельные горожане, Владимир Мау, Ярослав Кузьминов, Геннадий Онищенко, Мария Захарова, с которыми мы все время двигаем этот проект, это влиятельные горожане. И в этом смысле на смену домохозяйкам, которым некуда девать время, призывают занятых, влиятельных и так далее. Как вы считаете, эта тенденция оправдана? Или она все-таки способствует тому, что власть таким образом свои интересы? Мне кажется, тенденция оправдана. И каждый из нас, вы перечислили наших общих товарищей, которые много лет работают на серьезные проекты государственного уровня. Не обязательно, кстати, только государственные. Есть и крупные частные проекты. Это позволяет просто поднять тему на другой уровень. и действительно принимать серьезные стратегические решения. При этом есть масса рутинных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью любой школы, где, в принципе, наше участие не является столь важным. Эти вопросы как раз могут решаться людьми, являющимися профессионалами в других сферах. Прежде всего, в тех же финансах, в вопросах управления той или иной собственностью. Хорошо, если в Совете есть сочетание таких людей, имеющих более широкий взгляд на вещи и определенную взаимосвязь с внешним миром, и те, которые могут заниматься практическими, рутинными вопросами. Тогда это идеальный совет. Но в целом, как тенденция, вовлечение известных людей это правильно. Это показывает, насколько велика роль общего образования, насколько важна школа для общества. В Московской школе сегодня гигантские финансовые объемы. Просто никогда такого не было. Это доходит до миллиарда рублей. Конечно, управлять такой суммой и ответственным быть за такой объем – это гигантская ответственность. Скажите, в этом смысле управляющий совет как-то разделяет ответственность директорам с администрацией школы за деньги, за педагогические вопросы? Или вы такой орган совещаете? Конечно, все-таки педагогические вопросы полностью находятся в компетенции самой школы. И здесь управляющий совет, являясь органом школы, но тем не менее находящимся посередине между обществом и школой, не влезает в профессиональную деятельность. Что касается финансов, есть компетенция совета определенного уровня. Документы финансовые проходят через управляющий совет. Моя подпись есть под основными финансовыми документами, под всеми локальными нормативными актами. Поэтому на уровне базовых документов действительно разделение ответственности. Но в текущую деятельность мы, конечно, не вмешиваемся. Тут я должен поминиться. Управильный совет, который я возглавляю, немножко начал вмешиваться в текущую деятельность, потому что у нас тут возникло несколько конфликтных ситуаций. Это нормально. Если возникают именно конфликтные ситуации, тогда управляющий совет может быть... У вас были такие? Еще не было. Надеюсь, и не будет. Но жизнь штука сложная. И, конечно, почти всегда можно ожидать, что в больших коллективах, в больших организациях конфликты могут случиться. Так что мы всегда готовы к тому, что что-то может произойти. И это не вина чья-либо, это просто часть сложной системы взаимоотношений. Диалоги об образовательной политике с Александром Адамским. Как вы считаете, человек для экономики или экономика для человека? Потому что есть вариант. Цель образования – это получение человека, который в экономике эффективен. Ну и, соответственно, экономика более эффективна. Или образование самоценно. Я считаю, что образование самоценно, но, тем не менее, оно должно быть таким, чтобы в нем была ценность. Извиняюсь за тавтологию. А ценность состоит в наличии возможностей у человека жить в современном мире. В современном имеется в виду завтрашний, а не сегодняшний в данном случае. И, исходя из этого, мы не знаем, на какие экономические реалии нужно ориентироваться с теми образования. Поэтому она и не должна подстраиваться под конкретный вид экономики. Тем более, существующую. Система образования, тем более, существующую. Она должна ориентироваться на более фундаментальные ценности и на понимание постоянной изменчивости внешней среды, экономики, общества, всего того, в чем будет жить человек. Поэтому фундаментально – это самая ценная система, но достаточно развитая для того, чтобы отвечать на вызовы любого возможного построения общества, какое может случиться. Но в этом сейчас основная проблема. И мы это обсуждаем как раз в контексте управляющего совета, как с одной стороны элементы гражданского общества, а с другой стороны – уполномоченного от этого общества решать. Потому что, смотрите, в какой ситуации мы сейчас оказались. Динамика развития, социального, экономического и всякого другого, настолько высока, скорость изменений настолько высока, что период изменений стал меньше, чем образовательный цикл. Конечно. И мы оказались в ситуации, когда выполнить задачу подготовки к жизни, неизвестно какой, оказалось просто невозможной. А в чем тогда альтернатива? Говорит. Подготовка к жизни должна быть. Подготовка к системе, которая сложилась, или даже которая прогнозируется на пять лет вперед – это бессмысленное дело. А к жизни, которая состоит из способности отвечать на меняющиеся действительности вызова, надо готовиться. И это как раз прямая задача системы образования, в этом ее ценность, в этом ее самоценность. Но есть реальные практические вопросы. Выбор профиля обучения, предпрофессиональная подготовка, профориентация. Даже в рамках выбора профиля должна быть достаточная гибкость. Не нужно профилировать слишком узко, это понятно. Но все время нужно сохранять мостики к смежным дисциплинам. Чтобы можно было вернуться и пойти по другому. Конечно. Именно мостики. Это не означает, что все надо изучать глубоко. Но мостики должны быть. Кроссдисциплинарность должна быть. Конечно, это во многом вопрос учителей и открытости образовательного пространства. Школа – это не замкнутая система. Каждая конкретная школа, я имею в виду, как минимум. Диалоги об образовательной политике. Управляющий совет оказался между молотом и наковальней, между растущими общественными потребностями, и я бы даже сказал, требованиями к учителям, не просто пожеланиями, да, и некоторым консерватизмом учителей, а иногда даже нежеланием меняться и разбиваться. И это такая тяжелая история, потому что, с одной стороны, у детей огромный доступ и возможности получать знания и информацию напрямую, не от учителей. С другой стороны, учителям сложно угнаться за этими изменениями, даже по наукам, по предметам и так далее. А с третьей стороны, ну а что же делать? Это же живые люди, они проработали много лет. Немножко ситуация с лудистским движением похожа. Знаете, мне кажется, что постепенно школа должна трансформироваться из организации, дающей точные знания, к системе, которая дает мягкие навыки. Командная работа, умение представлять свои идеи, умение их продвигать и защищать, способность быстро реагировать на новые вызовы, которые могут создаваться даже искусственно иногда в образовательном пространстве, чтобы ученики постепенно приспосабливались к новой жизни. При этом точные знания могут действительно быть получены из самых разных источников. А вот работать в команде где-то еще сложно. Школа для этого как раз и является уникальным пространством. Отлично, отлично. Тогда учитель говорит, окей, я согласен с этим работать, но вы же хотите, чтобы я результаты давал, вы же мои результаты оцениваете и так далее. Тогда скажите, вот по каким результатам вы меня будете оценивать? Что касается сведений формальных, контрольная работа, тоже ЕГЭ, пожалуйста. А вот эти навыки, ответственность, это что? Тест на ответственность, умение работать в команде, это контрольная работа по умению работать в команде? Да, надо защитить проект, надо вместе со своими соучениками сделать какое-то общее дело, при этом проявив свои личные качества в этом, которые тоже могут оцениваться. Но тогда каких-то формальных, квалиметрических здесь не будет показателей, да? Тогда качественная оценка, тогда управляющий совет. То есть управляющий совет рассматривает, ну я-то сейчас фантазирую, да? Какой вклад, насколько квалификация, насколько самоотдача. Такая система работы оценки учителей? Она может быть такой, да, это один из вариантов. Может быть пир, превью, то что называется, то есть оценка своими коллегами, которые работают в других заведениях. Но управляющий совет – некий, так сказать, орган, который это все утверждает. Да, да, управляющий совет должен утверждать, как это действует в каждой конкретной школе. То есть мы дрейфуем в сторону того, что управляющий совет становится некоторым органом оценки. Или, по крайней мере, определяет критерии оценки. Диалоги об образовательной политике. Без постоянной обратной связи этих людей с руководством региона невозможно было бы достигать результат. Я бы спросил, потому что в течение года мы работаем с 20 пилотными регионами по продвижению, скажем так, современной модели. И я заметил три довольно неприятные момента как раз в связи с этой темой. Большинство руководителей регионов не хочет брать на себя ответственность за происходящее в школе. Ведь школа формально муниципальная. Для того, чтобы все это произошло, нужно передать полномочия в регион и самому за это отвечать. Большинство не хочет. Ну, Москва тут особенный, конечно. Ну, не важно. Регион, где отчасти сочетаются функции, по крайней мере, муниципалитета региона. Ну, окружные правления были. Конечно. И деньги шли сначала в округа, потом в школу. Теперь этого всего ничего нет. Я просто это упомянул, потому что в Москве в этом смысле легче было перестроить систему, чем во многих других местах. Второй момент заключается как раз в самостоятельности школ. Ее тоже боятся давать. Как это так выделить деньги пакетом, дать финансово-хозяйственному самостоятельность, и потом, что же, они сами будут тратить куда хотят, а готовы ли они к этому. А третий момент, который мы с вами обсуждаем, роль управляющих советов. Все-таки, вот то, что мы с вами серьезно обсуждаем влияние на образовательные истории, на финансовые, на кадровые и так далее, этого пока нет. Думаю, что неизбежно многим регионам придется начинать только с крупных, средних городов. Очень важно здесь тогда доверие между губернатором и мэром соответствующего города для политического решения, а в дальнейшем методичная, регулярная работа по повышению квалификации управленцев. Это касается и директоров, и тех, кто работает в школах, и членов управляющих советов, которые постепенно могут также достичь необходимого уровня для привлечения этой работы. Ну и привлечения влиятельных. Вот я все-таки верю, что в каждом городе есть. Есть, конечно. По крайней мере, вообще в каждом, да. Если серьезно, то в каждом. Вопрос готовности этих людей работать в данной системе. Ну, собственно, я так активно и зазывал вас сюда, чтобы показать пример, потому что ваша серьезность и готовность жертвовать временем, она должна быть заразительной. Я действительно знаю огромное число людей практически в любом регионе, городе, которые способны выполнять эту работу и таким образом вкладывать в будущее наших детей. Такие люди точно есть. Я их встречал в разных проектах, в разных видах деятельности. И это люди яркие, понимающие, что нужно для будущего. Поэтому не сомневаюсь, что можно и призвать таких людей, и обеспечить их работу на должном уровне. Диалоги об образовательной политике с Александром Адамским.